А теперь о другой сельхозкультуре. Теплолюбивой, уникальной, а главное рентабельной. С развитием животноводства возросла потребность в растительном белке. Решить эту проблему помогает соя. И это не единственное преимущество высокобелковой культуры. О других достоинствах сои узнаете из сюжета Анны Пикулиной. Соя – культура на курских полях сравнительно новая. При этом популярность ее высока и закономерна. Соя широко используется как продовольственная, техническая и кормовая. А ее рентабельность достигает 200%. Тонкости возделывания и перспективы растений и воды обсудили на семинаре в Суджанском районе. Будущая культура – это хозяйство, которое сегодня их сеет, друг у друга сегодня поучится, компании, которые представляют. И ставится задача сеять не менее 150 тысяч гектар и производить гектары не менее 20 центров. В нашей области сою выращивают с 2009 года. Сейчас она очень востребована. Главные потребители – животноводческие комплексы. В сои содержится от 33 до 45% белка. Ее добавляют в комбикорм, чтобы обеспечить коровам и свиньям полноценное питание. Опытные растениеводы утверждают – соя не капризная, но некоторые нюансы учесть стоит. Это достаточно теплолюбивая и влаголюбивая культура, то есть не могут быть проблемы во время засушливых годов. Эта культура поздняя, она сеется позже основной массой сельскохозяйственных культур. Ну, эта культура тоже бобовая, как, допустим, знакомый нам более горох. То есть эта культура очень хороша в севообороте, как предшественник для зерновых. Важно следить за посевами и вовремя выпалывать сорняки. Уделите соевым полям достаточно внимания и растение вас отблагодарит. Даже если вы планируете занять эти же площади другими культурами. В числе прочих преимуществ сои доступная закупочная цена. Работы на соевых полях сейчас в самом разгаре. В этом году агрономы ожидают получить с каждого гектара примерно 25-27 центнеров урожая.